Иркутская область не находится в числе аутсайдеров, но темпы вакцинации недостаточны. С таких слов начал очередное заседание регионального оперативного штаба губернатор Игорь Кобзев. Профилактическую прививку против коронавирусной инфекции поставили всего 30% жителей Приангария. Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос примирования врачей за каждого провакцинированного человека. За каждого вакцинированного от COVID-19 медики будут получать по 200 рублей. На эти цели направлены 186 миллионов из федерального бюджета и 186 миллионов из нашего областного. Также мы сейчас поработаем механизм примирования муниципалитетов и лечебных учреждений за достижение целевых показателей по вакцинации. Свирск, Мамско-Чуйский и Жигаловский районы на сегодня в лидерах по вакцинации. Отстают по данным показателям Устюдинский, Балаганский, Черемховский и Нижнеудинский районы. «Ситуация по ковиду как по стране, так и в самом Приангарии осложняется», – уточнил Игорь Кобзев. При этом отметив, что влияние инфекции на организм человека постоянно меняется, вирус мутирует. Об этом говорит и тот факт, что заболевание распространяется значительно быстрее. «Период инкубационный или сегодня период заболевания снизился в два раза. Раньше это было 14 дней, сегодня это 7 дней. Поэтому факты вот такие понимаемые. Мы рассчитываем всех на здравый смысл для жителей, потому что они должны понимать, что они тоже ответственны за свое состояние здоровья». 67 регионов сегодня охвачены опасным вирусом Дельта, который, по словам экспертов, является более агрессивным. Иркутская область входит в желтую группу интегрального риска, что заставляет руководство региона задуматься об усилении противоэпидемических мероприятий. «Если мы все не будем соблюдать элементарные правила и личной гигиены, и противоэпидемических мероприятий сейчас, то, конечно, в ближайшее время мы столкнемся с очередными трудностями, которые проходили на протяжении уже этих полутора лет. И, конечно, для нас неприемлемо вводить жесткие ограничения. Мы понимаем, что все от этого устали. Но в любом случае, те вспышки, которые происходили, они точно фиксировали настроение жителей. Большинство жителей настроено на сохранение своей жизни и здоровья». Сейчас 3000 пациентов региона находятся в стационарах. Почти 8000 человек получают лечение амбулаторно. При Ангаре развернуто около 4000 коек в 47 медицинских учреждениях. Только за последнюю неделю пришлось искать дополнительных 300 мест. Врачи вынуждены прибегать к дорогостоящим услугам санавиации, чтобы доставить экстренных больных из отдаленных территорий в областной центр. Андрей Иванов, Мария Константинова. Местное время. Продолжение следует...